В некоторых случаях показывает время. Обратитесь, пожалуйста, на будущее внимание, сколько тоже какое-то время. Будем собирать таким способом и тоже. Значит, неделю назад газета «Коммерсан» обрадовала у нас материал по закону «Напроса учительнических лиц» и прочих. Отклик большой, в том числе на следующей встрече по поводу сопровождения исполнительного производства шины. Сначала с этим хотели? Да. Управить информацию в составе по общакам снимать. Увидев интерес, решили перенести это на зачет. Тем более, официально. Значит, я надеюсь, что в блоке «Ролянный конституционер России» меня уйдет руководителем отделения по защите прав культуры. И все должно к этому привести. Я организатор этого мероприятия, если вы случайно познакомился еще. Моя зовут Федор Александр Владимирович. Но в протяжении последних 11 лет возглавлял от центра юрискос-параллельного бизнеса. Более известная как агент от центра юрисба. И с 2010 по 2013 год я был в «Колая Россия», в «Ролянный конституционер России». Значит, что касается «Антона Федерина 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 Федерина». Прочитав первые отзывы коллеги министов про сам факт принятия закона и увидев крайне пессимистичный настрой, что закон полностью права Бузниковой. Проверили большую, мощную работу. У нас участие детективов, отрядноуправляющих, юристов, неких представителей банковского сообщества. И определили для себя вот отменяемо одно направление для работы, которое позволило отношить тех должников, которые выделили из него имущества и чувствовали себя до момента законного конкурса. Себя вольвозно, спокойно, объяснили. И кто, по сути, ничего не мог сделать в законном конкурсе, на наш взгляд, дает как раз надежду на отыгрывание данной ситуации. Собираемо приятно. Я рассчитывал на обмен мнениями. Этот расчет у меня сохраняется до сих пор. У меня, к сожалению, один докладчик запланированный вызвал. Второй еще едет. Поэтому коллегия, приглашая к активному обсуждению, особую, подпредоставленную рекламу. Реклама достаточно простой. Обожительно относимся друг к другу. Не перебиваем. Если хочет что-то сказать, как принято здесь обращать диалог оси, демокругу, и вам с удовольствием доставлю слово. Нажимаем по микрофон боком и выступаем. А подготовился Владимир Кюрин из национальной службы обыскания, руководитель которого возглавлял до в прошлом году отделения по защите прав корректоров. И потом еще подвернусь к вам, подвести итоги, и подойдет представитель главы России немножечко раз так же мы поговорим про то, какие возможности дает участие в главы России. Спасибо. Спасибо. Попробуйте подбежать. Здравствуйте, коллеги. Спасибо, Александр, за то, что вы организовали такую, на мой взгляд, уважную встречу. Надеюсь тоже на какое-то интересное общение. Меня зовут Владимир Тюрин. Я руководил право управления на национальном службе обысканиях. В моем подразделении, помимо юристов-судебников, юристов-беговорных, подрепленных оффлайнс, с некоторых пор взаимоотношения с бус-органами, я очень часто выступаю сюда. На всяком случае последние 22 года своей практики очень плотно я соприкасаюсь с нашей системой. После того, как... Нет смысла сейчас, наверное, рассказывать о том, какую роль наша компания, наши представители, представители других коллекторских компаний собирали подготовки законопроекта. Совершенно очевидно, я согласен полностью с Александром, он вышел не в той части, скажем так, в которой проследствует должников, а в более интересном варианте. Огромное большинство наших предложений было проигнорировано. Но сейчас, когда мы будем разбираться с тем, что есть, наша компания разработала 11 рекомендаций, которые я сейчас предлагаю вам принять в свое внимание, может быть, что-то будет интересно. Эти рекомендации даны различным определениям для того, чтобы максимально нивелировать риски, с которыми мы столкнемся. Итак, департаменты и риск-менеджменты. Что мы рекомендуем? Для цели анализа планирования при покупке портфелей определить верхний предел, отсечку, то есть сумма задолженности должника в одном банке, за которым риск признанного банкротом резко возрастает, и покупка становится уже нацелесограммой. Иными словами, должники, которые будут иметь долг потенциального продавца у цидента где-то близких к 500 тысячам рублей, и тем более превышать, уже будет особым образом отдельно оцениваться и анализироваться, как уже потенциально рисковые активы и агентинги. Понятно, что комментируемые, это не относится. Это на тот случай, если вы рассматриваете вопросы по поводу. Активы продаж и менеджерам по работе с клиентами, что рекомендует наше правовое управление? Мы будем настоятельно советовать кредиторам, это банкиры, микрофинансовые организации, как можно раньше передавать на агентированную рамку должнику. То есть не дожидаться, пока плак во времени, который есть у должника, позволит ему воспользоваться, войти в эту процедуру банковства. Чуть позже я расскажу о том, как филиграммы можно провести эту процедуру банковства. Сценарий реактивности огромное количество, что я буду, там, со временем займутся. Еще большую уверенную вариативность. Но основная идея, основная последовательность второго пункта предложения, это как можно раньше передавать на разыскание должников. Третье наше предложение, оно адресовано уже, собственно, нам самим, моему подразделению договорников. Это включение в договоры уступки прав времени положения о гарантии предоставляя акцентам, то есть при официальных задолженностях и ответственности децидента в случае потенциально, опять же, потенциально дефолтных заявщиков. А в случае, что возможно, когда сроки наступления дефолта. То есть, что имеется здесь в виду? В тех случаях, когда децидент намеревается продать портфель, в котором большое количество потенциально дефолтных должников, а это как название должники с тоннами, где-то где-то в несколько, 500 или выше тысячи рублей. Вот по таким образом, таким акцентам будет ввестись особые договорки. То есть, они будут сегментированы и оцениваться отдельно от всего остального фактора. Разумеется, для подразделения, которое будет проводить «Дивидженс», то есть акцент у «Шонфеи», будут даны рекомендации по выборочной проверке должников в тех реестрах, которые предлагаются для продажи. Если раньше мы смотрели по час старым, надежным клиентам, у которых был большой такой доверий, у которых мы часто покупали долги, мы в некоторой степени доверяли, то сейчас это уже не вопрос доверия, это вопрос уже оценки есть. Мы начинаем анализировать должников на аффилированность. На аффилированность с возможными потенциальными, скажем так, проблемами. Мы будем оценивать следующим образом эту категорию. Поскольку должник перед тем, как войти и инициировать процедуру банкротства, скорее всего, будет переписывать недвижимость, длины свои активы, передавать на близких родственных, друзей и сбрасывать свои активы максимально на низкие аффилированные, скажем так, лица, политические и нефизические лица, нам нужно будет продавать эмоциональную процедуру, каким образом нам поступать с теми, кого мы сможем втянуть в качестве субсидиатных вложников и в качестве субсидиатных вложников, то есть кого мы потащим в процедуру. Совершенно очевидно, когда я говорю об этом пункте, я призываю, я думаю, и остальные коллеги тоже, текущие люди со мной согласятся. Совершенно очевидно, что субъектов будет при таком сценарии действовать гораздо меньше, на судебном этапе будет действовать гораздо больше. В данном состоянии, что цена вопроса работы с должниками, которых мы раньше, в общем-то, рассматривали, как официально интересно, потому что они по размеру долг были большие. Здесь совершенно очевидно, что подратиться на то, чтобы взыскать этот долг придется очень сильно. Придется втягивать, как я уже сказал субсидиатных, ответственных лиц. Что мы рекомендуем помимо этого банка? Помимо того, чтобы рассматривать вопрос передачи вложенков на поле радио, мы рекомендуем внедрять на уровне автоматизации какие-то либо самописные, либо заказные программные комплексы для публикации единого федерального реестра сведения о банкротстве. И чего это нужно сделать? Что-то нужно сделать для того, чтобы оперативно получать информацию от тех должников, которые бросились с инициативой станции до банкротства. Если банкиры не успеют это сделать, они рискуют пропуститься и, соответственно, уже уметь, скажем так, более запущенную стадию входить уже в процедуру, когда должны уже на финальной стадии банкротства, либо он уже вообще успел сам себя банкротить. Напоминаю, что в отличие от системы, единственного арбитражного, особенно гражданского, судебникового нет, то есть успеется следить за должниками, которые находятся по всей размазке, по всей территории Российской Федерации. И поскольку гражданский судеб даже имеет свой текст на веб-сайт, в котором информация обновляется, к сожалению, нечастно, а региторам, которые достаточно большие гражданские базы, на неименном стиле физики должен быть, должны быть очень обстоятельно проработать вот эти составляющие. Если они не будут успевать оперативно получать информацию, в этом случае у них могут быть проблемы просто с особыми. Что мы имеем на этапе, когда все-таки гражданский проект не успел, скажем так, выставил того должника, который бросился сам себя в оборудование. Я почему-то говорю сам себя, потому что, как мы с вами понимаем, тех арбитражных управляющих, которые есть сегодня на рынке, так называемые жерни-гаты, которые входят в 41 асоциацию на арбитражных управляющих, они, конечно, этим активом, этими физиками, должниками, скорее всего, заинтересованы не будут. Им интересно обомходит крупная предприятия, где можно на этапе конкурсного производства очень успешно работать, бросаться на физиков с такими цифрами, им как бы не интересно. Поэтому, скорее всего, в 99% это будут сами должники поступать уже в финансовых управляющих. Следовательно, они не будут торопиться, а информировать банк о том, что они вот завтра собираются там сами себе, а там банковские. Они будут оперироваться к тому, что у нас производство юридичное, и тот сам должен был защищать сайт права, сам должен был экономить права. в соответствии с сайпой гражданской церкви и так далее. То есть, мы исполняемся с тем, что потенциальные финансовые управляющие, то есть, вчерашние должники, распределив равномерно между и неравномерно между зависимыми какими-то физическими или юридическими имециями своего конкурсного масла, быстренько входит вот в эту процедуру. Что может увидеть Гритфор? Он может увидеть, что на том этапе, когда он выдавал кредит, была одна картина, а вот незадолго, условно говоря, за несколько дней до того, как гражданский суд в гражданский суд заявление, оказалось, что у него вчера возникла еще одна задолженность, безвчера еще одна задолженность. Понимаете, я говорю, от дутых задолженностей, аффективы задолженностей. При распределении конкурсной массы на последних стадиях конкурсного производства уже будет ситуация, при которой вас ждет, если вы раньше думали как не торы, что у вас там вы основной должник, может быть, единственный должник, выяснить, что вы далеко не единственный должник, что еще двадцать или тридцать человек претендуют на сковородки, которые остались у должника, и так далее. То есть мы сталкиваемся с ситуацией, когда обслуженные сопровождения вот этого кейса в суде становятся еще более сложными. более того, поскольку он сам финансовый управляющий, он же приглашает оценщика на те сковородки, которые его останутся. Он сам может, естественно, пригласить того оценщика, для которого сон что нужно, потому что он сам с ними же будет рассчитываться. Ну, то есть мы понимаем, что экономическая целесообразность работы с таким долгом у коллекторских компаний, ну, она практически сводится к нулю. То есть нужно будет, я напоминаю, обращаюсь к истории, понять, упали сроки или не упали сроки, или там банк, возможно, передовая кайферским компаниям этих должников просто может не знать о том, что сроки упали, что должник уже вошел в процедуру банкротства, и уже не шоу сделал. Это раз. Второе. Нужно проверять все возможности солидарных суседарных каких-то ответственностей зависимых или связанных с должником лиц. Это два. Третье. Нужно будет оспаривать потом оценку. И когда в конечном счете все это будет сделано, все это будет сделано, конечно, через многочисленные посещения судебных процессов, в результате окажется, что вы там не единственные выборы. Ну, одним словом, такая категория для коллекторов становится правильным текстом. можно, конечно, говорить о том, что возбуждаться, можно инвестировать возбуждение голодных дел, но мы с вами знаем, мы реалисты, о том, что, в общем-то, наша исполнительная система полиции, она абсолютно не коротится возбуждать голодные дела, и, ну, специально выполнить поводочные показатели, они никуда не ушли, и в этой связи лице полицейских видеть, в общем-то, насточувствующих мы, в общем-то, не понимаем. Вот, собственно, залогом переурока те администрации, которые мы даем с вами внутренним подразделениям на этапе принятия рассмотрения на этапе сегментации, на этапе рекомендаций, которые мы даем своим контракетам, в том числе в части IT, в части оценки, соответственно, мы должны усилить свои подразделения legal collection, то есть те, кто взыскивают в большей степени, на этапе досудебного взыскания здесь, понятно, дела будут все меньше и меньше желающих платить. И я обращаю ваше внимание, чтобы у меня были тоже иллюзии для того, этот закон касается не только тех, у кого отсечь 200 тысяч, если у человека 300 тысяч или 400 тысяч, и он хочет все равно воспользоваться этим законом, он все равно этим законом воспользуется. если вспоминать, вчера я вам рассказывал про тупые кредитов, человек может просто значить еще пару кредитов договоров, и вот у него уже там не 300 тысяч задолженность, 3 миллиона, есть 3 миллиарда, а то ли банка десятая часть половины. ну, вот так тренировано, чтобы было просто понятно, с чем спасибо за внимание, если вы попросите сейчас, или позднее, Вадим, спасибо, у нас здесь присутствуют представители коррекции, представители банков, несколько административных и юристов. Я бы, на самом деле, двигался по кругу в целом, и если кто-нибудь представитель коллекционных агентств хочет что-нибудь добавить к поступлению влаги, может быть взгляд со стороны корректоров и бизнес коллекционных у вас очень большинство не станут. Что вы думаете про банковский рынок? С настороженностью отмечаемся к этому закону, поэтому надо прорабатывать дальше все моменты и все. Более углублено. Вы не готовы что-то создать это. Я думаю, мы к следующему разу не пригласим всех желающих через месяц, через полтора, через два осмысления уже коллегами из теории те, которые цитируют вопросы хорошо знают и основные спикеры по теме вопросов. Они уже готовят семинары и даже читают семинары, но сейчас они сырые, еще месяц через два пригласим выступы. А можно вопрос я задам Владимира? Представляете скорее меня зовут Станислав Сушко, я сообщество. у меня вопрос на самом деле следующий вы там сквозь прошли как я понимаю все сообщество которое выдает кредиты и является предстоятельным кредитором в том числе и коллектив на нашей стороне мы чего опасаемся мы опасаемся того что предположительно будет большой вал на людей которые могут доводить себя до банковства с тем чтобы в итоге не платить то есть дуга кредита то что вы сказали есть ли какой-то прогноз по таким действиям и вы сказали что органы внутренних дел не сильно будут рады возбуждать эти дела могут но все-таки есть ли какие-то способы решения этой ситуации почему это интересно потому что по вашему счету как я предполагаю что вся то есть желательно чтобы наше взаимодействие с должниками и банковских сообщественных коллег это были ситуация была как-то регулирована в некий спокойной 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 ситуации то есть коллегчины банки всегда открыты и готовы пойти на любые виды реструктуризации для клиентов банкам и коллегчину очень важно чтобы спокойным режимом договориться договориться с клиентом о том все-таки давайте будем исполнять обязательства без каких-то и например ну наверняка существует некая статистика по юридическим листом с целью того что не платить выходили на банкротство или на ликвидацию здесь ожидается ли будет такой всплеск и как с ним всплеск банкротства с точки зрения физиков и есть ли какие-то какие-то шаги для того чтобы пытаться объяснить того что объяснить что не стоит еще до конца вот на самом деле статистических данных пока еще нет и я имею ввиду у нас не статистика по юрикам прогноз по физикам то есть на уровне прогноза на уровне прогноза судей МОЗГОРСУДА в частности вот я разговаривал с которыми они предполагают что 200 тысяч приблизительно смогут войти во втором полугодии следующего года общий прогноз после того как ну все это будет зависеть конечно от судебной практики от того какие схемы будут минимально скажем так незаконные максимально комфортные для ну скажем так потенциальных неплательщиков которые не хотели бы ссориться с законами хотели бы все-таки в суде эту ситуацию регулировать они готовы в течение допустим 5 лет не ездить за границу ну как-то там смириться с этим с тем что они не будут посещать Турцию или как минимум за счет и 200 тысяч они предполагают во втором полугодии судьи Мосгорсуда но это только предположение они делают для того чтобы как не видела вся эта цифра с точки зрения расчета дополнительных ресурсов Мосгорсуда тогда когда начнут инициировать этот процесс но обращаю ваше внимание почему я сразу делал оговорку на судебную практику потому что потенциально таких людей более 2 миллиона да в том пределах 200 тысяч это те кто рванут и скажем так это будет первым шелом это будут скорее всего антиколлекторы которые будут нащупывать вот эту почву это будут те самые юристы наиболее опытные которые будут протаптывать дорожку и потом рекламируют себя на эти услуги ну и конечно это будут должники с утяги те которым собственно терять особо нечего и кого дожали коллекторы они предпочитают уже быстрее вводить процедуру то есть те у кого сдадут нервы общей сложности это цифры а потом за ним уже очередь выстроиться в суде полагает мозгов сюда по 2 миллиона это оценочная опять же но это почти о стране да это речь идет конечно о всей стране то есть до конца года получается 200 тысяч 200 тысяч до конца года это вторая половина ну так и половина да а это еще такое может он по этому не себе озвучит что тут астративно прокатиться меня удивили от вон за прессы от своих коллег о том что это за закон вон просто и вот г мне кажется это фессуристический на самом деле родного оборот Давайте сравним, что у нас есть и что будет с первого иного. Если брать тех вложений куб, потом сумма задолженности больше 500 тысяч. Ну, я вам известно шумку напомню, если банк уже 10 тысяч, это половина проблема. Если у него, то это уже проблема у банка. Какие сейчас есть у банка, нет вложений, на каких вложений куб, у которых сумма задолженности исчисляется миллионами? В общем, выяснилось, у каких способов вложений нет? То есть, кто, а не вложений, что там сезартов? По акцентам по таким вложениям практически не работает. То есть, какие то шпакта у банка, то когда банк собирается в сумку вложений куб, он уже все, что можно будет, и брать с него особо нечего. Запрет вложений куб, за рубеж, очень легко уходится. В городской транзит, в принципе, все знают, кому это интересно. То есть, методов воздействия, собственно говоря, нет. И вот, как бы собралось мнение, что после первого июля сего мануться себя банкрутить. Я что-то в этом очень оцениваюсь. Во-первых, это для тех вложенков, которые должны иметь 35 тысяч. Во-первых, это недалеко не дешевая процедура. То есть, как минимум, сразу попросим тысяч в месяц, которые исправили, положили эти вложения по обеспечению на расходах финансового управляющего, на объявления и все прочее. Уже сразу надо сделать банк. Во-вторых, вы посмотрите те условия, с которыми сейчас связывает подача вот этого заявления банковского. Кстати, обратите внимание, это в порядке, чтобы будет действовать еще и на МПШ. Очень здорово ужесточены условия. Просто тратим вам озвучу, что надо. То есть, заявление о признании гражданина банкротным необходимо приложить в списке кредиторов. Полностью в списке кредиторов с указанием задолженности, откуда что им появилось. Это, кстати, в какой-то мере страхует появление длительной задолженности и потом. Если мы сразу не обозначили, то достаточно проблематично будет потом для этого счета. Далее. Уждание обязует предоставить копии всех документов о совершении в течение последних трех лет сделок. Чего сейчас нет. Удача. Удача. Сделка с недвижным имуществом, ценными бумагами, талями и распорными капитами. И все сделки на сумму свыше 300 тысяч рублей. Сейчас этого правила нет, что создает кредиторам очень большие проблемы в плане оспаривания сделок. Потому что если у кредитора и есть понимание, что имущество куда-то ушло, если у нее нет информации по конкретным сделкам, чисто технически сложно ее оспарить. То есть в этом случае он обязан всю эту информацию предоставить. Упрощает сразу вопрос. Нужно кому-то посмотреть уже. Это не так давно, сколько вот этого множества. Когда появились законы о вампроизводстве главного специального мероприятия, что вы воспалили подозрительные сделки, они создают очень большие возможности к кредиторам. Эти возможности нужно пользоваться, но тут пользоваться достаточно эффективно. То есть сделки по другим имуществам за последние, за предшествующим вопросом три года, не так уж что можно оспаривать, а так уж что можно оспорить. Плюс, еще даже, опять же, при продаче, что еще он там может сделать, предоставить, соединительство на заключение брака. Сейчас вот наш технический вопрос, дай себе на сумму, где что-то чистится, в соответствии с ограничениями судьбуков. Они не всегда есть у кредиторов. И, да, конечно, любой возник может как-то с этой цепью информации, какие-то человеческие укреплены. Вы посмотрите на следующий момент. О правовых последствиях, в соответствии с информацией. О правовых последствиях он что-то скрыт. Это то, что суд не признает задолженность по банкротству покышей. То есть, условно говоря, пройти. Должен судьбу этот госправдив, он сможет там встречать, его вынагнет в команде, докажет банк, докажет судьбу, и кредитору, что у него реально ничего нет, он ничего не химировал и ничего не может сделать. Но, собственно говоря, если это действительно так, что теряем, он не так, не так, не так. Ну, я банк говорю, то есть, я другой предыдущик. Он не так, не так, ничего не случается. Если человек действительно задушенный человек. И какой смысл бы иметь на него этот исполнительный лист, который реально исполнить невозможно. И если же у должника что-то есть, но это как-то хитрое скрытое, то... Ну, это миллион, когда административные финансы, ну, это миллион, это уже огромное. И то, что вот эти некая... В общем-то, он есть, и им нужно пользоваться. И то, что вот этот инструмент говорит, если 1 июля еще будет работать по гражданам и физикам, это может быть очень плохой вариант. Посмотрите, с точки зрения закона, вывод имущества, вывод имущества, что для этого надо? Да, это может быть заключение финансового, управляющего на призыв, который на ней это банкротство, или же призванная сюда, любая сделка по любому лучшему. Все это вполне достаточно неизбежным и делает, и, по-моему, возможно для обвинительного здравоохранения. Это очень веский аргумент, который может быть использован, привязанным зарубежением. Очень веский аргумент. Поскольку вывез, я говорю, все вывезли за зарубежище, то зарубежь, сейчас маленький полк, потому что, что у меня делали, возбужденный балл, вывезли, крайне малоприятно. В город все равно. Сокрытие «Информация об имуществе и имущественных правах». Статья 25-го утра. Все, что у нас свершили полутора миллионов, сейчас туда пропадает. А за что там, или это, должник должен дать всю эту информацию при подаче заявления. То есть, смотри, он, если подойдет, это, соответственно, предмет для анализа, для оценки, в соответствии, для каких-то новых. Если он не подойдет, сокрытие информации, если этот факт доказывается, а вот, соответственно, какие вообще, с самого задолженности не списываются. По новым, проверяем, заложенный список, так уж просто. То есть, только те, у нас, ныне, у нас возможность списания запросов, он формируется, исходя из нынешнего положения закона и его применения с тем отношением к регулярным предпринимателям. Действительно, на данный момент, одновременно, ну да, понимать его, вам будет достаточно сложно. Новая редакция закона, и эти антиусловия очень здорово ужесточают. Очень здорово. Я не думаю, что все пойдет по потоку, я не так уж просто сделаю. от полетки. Спасибо, Константин. от полетки. А вот кореньки. калития. А вот будет массов. Игорь Ампетович, много блоков. Активные. от полетки. Игорь Ампетович, заемные. Аддиторы должны вести резонительные работы без заемщиков, а последствия для них. потому что... А потому что, вот как Владимир сказал, что, безусловно, там с июля месяца появится много достаточно быстрых и активных юристов, компаний и антиколлегов, которые будут предлагать эти услуги. Естественно, они будут высвечивать эти услуги с одной стороны, несколько скрывая негативную составляющую этот момент. Вот. Мой вопрос. То есть, имеет ли смысл проводить эту резонительную работу, какие моменты освещать и какие вопросы делать? Какие риски возникают у заемщиков, когда... А я вам громко говорю. Просто это... Представьте, правильно. ...в связи с тем, что, скорее всего, гражданам будут предлагать услуги по админизации на крост и всяческие всевозможные... Просто какие риски коллеги видят, потому что, что вы не говорили игроков на грани добрая зла, когда раздолжники и прочее. Есть ли эта тема мнения очень интересная? на телефон? Да, сейчас хотел сказать, что у нас тут представители обширосельского народного фон вопросов задают. И, наконец-то, появились нормальные действительно организации, которые не анти-коллекторские в негативном смысле, а мы будем надеяться, что с помощью них и финансовой грамотности повысится население. Появится. Появится население. И, соответственно, и вот эти все темы раздолжники тоже когда-нибудь сойдет на сервис. Спасибо. Другие коллеги, Сергей Шпетов, член Совета национальной статистики и профессиональных коллективов. Статистика и вещь упрямая, хотя здесь, наверное, мы исходим и исполнять свои уважения. В начале проводился анализ и оценка потенциальных заемщиков, которые вы видите, она примерно совпадает с международной водителем из 60 миллионов заемщиков примерно 20 миллионов процентов если 1 процент, который изъявил внимание то принимание мы уходим на 100 миллиардов рублей. То есть, это 15% от текущей процедуры, которая на 1 декабря в прошлом году составляла что-то, 43 миллиарда рублей согласно нашей задачи. И много обсуждался вопрос как раз о необходимости проведения достаточно такой публичной поляризации мысли и идеи о том, что это не есть влага для такого человека, а нужно подходить достаточно развешенно, разумно. И здесь, на ваш взгляд, есть несколько аспектов, которые необходимо использовать в коммуникации с должниками, которые мы планируем как через средства массовой информации делать, а также призываем банки сообщества непосредственно общаясь ежедневно с заемщиками и должниками проводить с ними тоже эту работу. Ключевые аспекты на наш взгляд, их несколько. Первое, это безусловно отрицательные триггеры истории, и мы знаем, что финансовая грамотность населения у нас в разных долгах она весьма неоднозначна, тем не менее об этом нужно говорить, если мы не будем об этом говорить, то в общем-то смысл никто не будет для себя минимальный, что же это такое. Безусловно, это пятилетнее время, который принимает на себя банкрот в отношении того, что он не может занимать руководящие должности, он будет иметь проблемы с упрощением за кредитными займами, финансовые суждения, также он получит определенные ограничения по передвижению за пределами Российской Федерации. Ну и ключевая, лично, на наш взгляд, это все-таки репутация, потому что у каждого человека, у каждого гражданина есть свое понятие, что это такое, и когда он наполняет соседей, с южекцией, это очень важно. поэтому в рамках такая работа планируется, безусловно, активная, и мы тоже призываем индивидуально каждую, так сказать, компанию, каждую банку, деминация и работа по всей физической системе. Спасибо. Кроме репутации, потому что, как в этой практике, уже репутация уже не для меня. Есть еще какие-то воздействия, может, по практике, особенно календарной деятельности, может, возникать, если бы не доходил к процедуре, ну, измитивной. Нет, я считаю, что здесь основное воздействие, да, основное воздействие, то, что не надо бояться общаться ни с банками, ни с коллегами, потому что худшее, что может быть, когда должны закрываться свои ракеты, если там, Сергей, если я не права, да, потому что я как раз, на самом деле, банки за последние 2-3 года прошли существенный путь с точки зрения открытости для своих заемов, потому что если 2 года назад о продуктах, ну, ладно, 3 года назад о продуктах, о финансивной структуризации, во всех банках просто глаза лезли на лоб, и, конечно, ни о какой, никаких таких продуктов речи быть не могло, и, действительно, шли таким путем, как взыскание постоянное и выжимание до последнего, то за последние 3 года, то, что у нас появилась наша практика с финансированием, первый раз у нас пришел посещение 3 года назад, а мы были там одним из первых банков, которые стали эту службу предлагать, банкам гораздо важнее иметь нормального клиента, который нормально обслуживает. и поэтому, я думаю, главная информация, которую нужно донести всегда клиенту, это то, что банк это твой дом. ни в коем случае нельзя скрываться. Я вспомнил еще так, на один момент, который хотел обсудить, но я, как обещал, никакой закон. Это относится к физическому бизнесу? А общих правил можно, да, не знаю, пройти за зимой, и право из децепта. А вот просто, я могу сказать, что мы сложным знанием не совсем правильно, что этот закон он для должников, он не для должников, он для кандидоров. Для должников ничего хорошего с этим законом не появилось. А вот для кандидоров больше многие эффективные строители это появилось. Коллеги, я давно хочу дать слово как раз за опыт подошли представителей выгазки юридического сообщества, которые самыми первыми откликнулись и написали, что закон был должниковый, а потом предоставлю слово коллегам от науки и от практики наверное тоже. Максим доцент биональной лекции юридического агентства Михаил Архангел. директор 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 и в основном связано с контридорскими готовствами. Ну и в связи с тем, что был незаконный закон предлиц как бы привычную реализму мне справа реактивность расстройства, то есть к чему идет кандидор, к чему идет должник закон директор и второй момент это какие злоупотребления возможны акты банкротства и какие возможно предоставить. анализировал я могу сделать вывод со всемом, что действительно законодательная работа приняла огромная, в некоторых моментах закон области дадутся далеко чем стандартные но в то же время остается много неясных вопросов и как появилась темная работа для того, что вы были большинство активизированы и оно станет абсолютно неоткровным моментом который возникает серьезное процесс собрания и направляющие неоткновенно то есть поскольку это позиции возникления то это то это 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 то есть это что что это что это это что это вознаграждения, я полагаю, что внутренне странного, какой-то особый конкуренция за антрептного вознаграждения были, буквально в этом самом деле, измечаясь в уреках же управляющих, которые известны для того же момента. Такое, что у меня больше всего входит по жалобу, вложенном законе, то, что, действительно, для гражданных делали очень высокий стандарт к честности от жительских добросовестных, в свою очередь, идеальный конкуренция, ничего не собрать, все показывать. Я думаю, что, уже обсуждались, приблили достаточно высокий стандарт к честному обыванию. Я думаю, что у нас был такой факт, что сразу составляет 20-30 тысяч, а в отношениях, что есть, так сказать, любая отсюда, может привести к тому, что в смысле, в том, что произошло, конечно, в том числе, в том числе. Но в то время остается такой очень большой вопрос, а вопрос на мастерство. Не наявится ни огромное количество отписок, которые по факту являются документами подъявлены. Если написано, о том, что были взорвены, то есть, кто не получен. Вариантом ситуации с точки зрения уголовного крана, поскольку достаточно долгое время, все наоборот, производство похода, коментарно надо говорить, что скорее всего, скорее всего, возможности в рамках уголовного крана расслеживать ситуацию просто не так. В общем, я сейчас представлю, как это происходит по развитию страны. Они вызывают одну сторону, потом другую. Здесь, например, выяснили, как вы обидали линиюрал, как вы обидали лигизиал. И вот есть документ российский. Практировать терапевтическое исследование бывает бесполезным, потому что, в общем, это одинаково. Практировать телевладанность. Здравствуйте! Если он выяснил свой искусственный исторений, лежал под лампой, фактически эта экспертиза будет, она покажет, что мы застореем, но это тоже сам по себе, что он проникленно воспринимал политическим, и все-таки делится заемщик и традитор. И вот, конечно, что, знаете, право отношения не будет, нет, поэтому, скажем так, я не думаю, но я не верю, что здесь будут эффективные механизмы для того, чтобы выявить этот факт, как я сказал. Единственная идея, которая возникает пока на нестабильное время, я не могу упомянуть, что это у лучшего варианта взаимодействия, но, пожалуй, это пока неизвестно, связано с тем. Вот, например, у Гангл-банкорских иерархических лиц у нас была такая ситуация, когда появляются две ООН, депутатисты, которые учатся в предприятии на сумму 76 грн. Но, в то время, следует таким, что они выполнили, смотрите, многое возникло. То есть, в реакции выясняется, что, на самом деле, им было абсолютно не менее. Их номинальный диапограмм, ну, и, по-другому, в этом случае, говорит о том, что будут здесь документы о том, 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 о том. Их номинальный диапограмм не выполняется. Так вот, если вы эту практику приложите на просто клинических лицах, то можно увидеть два варианта. Это, для службы, и, собственно говоря, есть при готовной до службы, и, к сожалению, я не знаю, сам послушать, что и многое условия у нас случается, но это такой механизм, который может показать противоспособность, конкретно, как... Продвижение искусственного динамс проезда на верху, то, в следующем месте мы стали западать какие-то, в таком виде, которые мы не знаем, анализ, А. Александр Александрович, оно же на нас уделика. По-другому, если издание такого, как, 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 как органиително реальность дизайна не является бесслужностью, то, на возможности будет будет стоять так, где можно заставить в детскую полукру и похоронить, по сути прохладами. По сути, на среднем. Конечно, в поводу чёрного смертонизма здесь повторю сходу, 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 нужно... единственная гернатива это... смерть проживника, жизнь, 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 я лично уже была, мы уже начали остать глинест. У нас, как раз, что это и не везет, Они устанавливают, что в данном случае не только в семье, то есть те, кто стал теоретически реализовывать, что кому-то отец он не разбирает. То есть эта антиза, она существует, с которым, по-моему, в данном случае. То есть то решение, которое может зависеть от того, что я не предпринимаю, может быть, по-моему, с ним. Имеется для меня, но, к сожалению, другого изотония. А еще и нет. То есть это вопрос о чем? Потому что здесь, конечно, не только мы его распространяем, но и в том числе и в человеческом, в том числе и в человеческом, но и в вопросах, на основных вопросах и других различных действий. Он вопрос будет связан с тем. Если, например, директор и физического лица не снимает новое московое делящее средство, то он должен определить, тем, взяв, взыскать свою мысль, с пониманием, использованием его цели. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. То есть, когда мы можем оформить спросение о справочном человеке по правде. Он применен в возникновении, который подавал в египотном области, то есть у нас в том числе и другие свои условия, которые переработали на гостерапиуме, но поскольку, поскольку в цельхи на какие? Я думаю, что сейчас я думаю, что я думаю, что только на год. Все изменяется в ситуации. Здесь уже находятся на сейшеме, которые мы используем, мы можем в том числе и на посредине. В одном моменте, возможности, собственных исследований, в том числе и обоим изменения уголовных program, В том числе есть очень активная локтика, которая называется реально забота 10-10% искусственной деятельности. И не просто. Мы не решили, что в Крептонах право создать дело, сколько в Крептонах. Уставлено грязно разный, а у нас 10% вольт, сколько всего живых. В свете злозного, где возникает очень много. Очень сомнение, но в основном, кто-то визжит, и без злозного, но то что, в ходе из последних исходов и вас как-либо знает, что в этом случае, в последних х, которые называют, что в темном, когда это содержит какими-то инфекциями в отравлее, в том, способности в этом, а в то чтобы не было, если она будет не В результате, что наиболее взаимодействие, то есть, свой сравнение в виде, какой сможет подпадить в локтин, и просто, как в среде, возможность продъема документов, слоя, протестовать в год. Вот, конечно, реальность построена на обращение. Но, в то же время, в состоянии, как и приносить по сути надолжниками, Прицелы поднимаются на сцене, на сцене, на сцене, на сцене. И о совершении иконизаций. Нас сейчас, в том случае, забота с истинствовать, но, причем, в первую очередь, в случае, мы с вами с первой модель, в случае, мы взяли, для этого. Если, когда мы предпринимать предприятие о о чем, и о том, и обязательны, то, в том числе, совершил уголовные условия, Вопрос в том, что в случае совершения преступления исполнительности заводе安定 종 아니. И то, что это было с гражданой Продолжение следует... 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 Три года не может быть возглавляя, но для тех, кто хочет возглавляя, это не прекрасно, потому что всегда возглавляйся в тени. Для тех, кто никогда не возглавлял, тоже, в общем-то, ему не нужно. Аргумент, что невозможен снова в анкозе отличие от ВПТР, но тушь, а не совсем циничная. Текстом говорит, господ, давай тебе, не каждый год будет анкозе. Врат, где вы говорите, анкозе, 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 хотя бы раз в пять лет. Какая-то возможность для анкозе сделки за лужника пооспавить по аналогии с анкозем и юридических лиц. Но, вот, очень сложно, должны быть там балансы в Володинске не берут, места идут, да, большая часть сделок никто никогда не узнает, из этого они сами не скажут, но там с повышенным сбилетом, которые готовы на него вводят. Какие-то сделки отводят в связи с заменемой стоимостью, в принципе, в разных условиях производства, банки наверняка там дома будут поставлены. Я не уверен, что эта практика там как-то изменится, если она пойдет по пути, но, ну, по крайней мере, я знаю, вот этого законного каких-то инструментов новых, потому что можно что-то новое взыскать. Вот в рамках производства там нельзя, допустим, не единственное жилье, в зависимости от разных мировых историй, а вот в рамках у нас то есть возможность, да, определить как минимум, там, ну, знаете, рестелить его, как минимум, другого жилья, так собственно, да. Так что мы поизгадали, заканчиваем, что будет ровно предоставить. Посмотрите, да, 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 да. Это, да, 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 да. Поднял это Миклосу расстались, подняли ее баланс, там, пить, там, всех подвязались, все равно было бы лучше. Остался не отдаем. То есть, темно развился, машина там на декабре, квартира на брателе, в городе едет, в Беларуси, в принципе, и хорошо. Ну, вот, ну, по крайней мере, мы услышали, потому что раньше, там, ну, как-то, если я по себе, можно законы за ними не установить. Для кредиторов. Почему? Для кредиторов, ну, банковских предприятий, это дичь, которой они должны верить, кому избирать правительство. Сделать, например, в первую очередь, там, в первую очередь, не осуществляли должность, не как долг. Потому что, если он не только сам на себя банковство, то, ну, в очередении, учитывается, может быть, невозможно, ничуть. А все, там, пошли все негативные, на каком процессе, действительно, с кем вообще нужно пренебрить. Вот такое необходимость. Ну, спасибо. У меня запланировано, что мы еще части где-то пообщаемся, потом хотел перейти, может быть, больше к флорному общению, и больше к флорному общению. На совещании нужно отбывать потихонечку, будет внутреннее описание работы. Поэтому, кто все негативы ждет до последнего, вы все-таки показываете свои желания, вопросы задать, либо еще что-то. И прошу прощения, Кирилл Юрьевич, по-моему, один вопрос сейчас задал. А, блин, не вопрос, а у меня ремарка. Коллега, кто-то, наверное, как раз собирается уходить. А у меня ремарка, поэтому, если есть вопросы, давайте я пушу вас. Если у кого-то есть вопросы, сейчас пусть зададут вопросы, я пушу. Северо-кризис-консентрэйшн, у меня зовут Светлана, я директор департамента студентов и российских камер. Хотела бы обратить внимание на судьбу здорового, на судьбу здорового, на истории в частности, очень сильно волнует ипотека. Потому что те должники, которые, когда суммы долго и значительно повышают сумму заблоков, они будут всячески, но это, конечно, будет волна таких банкротств, обязательно. Мы получим нужное с поли, заморозку и обратно на взрослую. И, ну, естественно, по тем делам, по которым, что у меня была организованная квартира, по день назначен, по день, и здесь, и здесь, и я стою. Вот, я хотела бы, в частности, и, в частности, к Максиму, мы говорим, что мы анализировали этот завод. Может быть, никто это задумал, но если у него тоже были вопросы, так же с вами агентство, которые проводили, знаете, закон очень подробный, на задумках, реально, что это будет очень большое затягивание, и мы конкретно не надели слова. Это, конечно, как мы работаем, как мы говорим, так. Насколько, вот, сейчас, в целом, анализировали последние, но, по-трамки, 432, по-зайлу, 482, по-замлу, на территории, на территории, в частности, можно сказать, что, пожалуй, залогным композиторам, где немногие, кому особо-то сейчас боятся, видишь, потому что, залогным композиторам, не надо, что тоже мало важно, определять начальную стоимость, покажет, ну, и все-таки, конечно, по отношению другим композиторам, залогным композиторам, залогным композиторам, организациям, находит, имеет право, на 80% от суммы, поэтому, с учетом того, что, помните, надо подходит самим физический пикс, вырослого композитора, будет реакцировать, а что у дружника с недвижимостью, что, да, на стартах, по большинствам, есть, там, практически банк, и, вот, вот, это будет, вот, вот, банк, в принципе, вот, 80% по центру, вот, они не будут, вот, эти суммы, то есть, единственное, с учетом того, как он, на связи, какие-то, они могут, вот, проделать, вот, 20%, да, поэтому, для банка, вот, отменчив. Насколько я понимаю, скукуру, есть, очень, аналитетичная платья, но, ее проводится, пока что недолгая, реализация, либо, экспонентно-произорские, либо, у граждан-управляющих, в принципе, в процессе, в процессе, когда немного отрешается, но, может быть, у граждан-управляющих, надо, даже, приятного, потому что, он приставит свой механизм, достаточно, пожеловесный, а, если приходит покупатель, там, несколько покупателей, вопрос, то вопрос решается, наоборот, быстрее, в частности, потому что, у граждан-управляющих, есть еще гроза штрафа, для этого нужно привезать, и, например, партнеристы, там, входит, проявляется, желающая провести, то, они приобретают, нашу вопрос цену. У меня, больше, был вопрос, показать процедуру, мы здесь, более-менее, все знаем, на местах, есть, есть, вопросы, вопросы, у меня больше, оценили ли вы сроки, на которые, чуть дальше продвинется, вот, допустим, моментов, когда мы уже находимся, мы уже прошли сутки, да, если бы, сложных суток, обжалованные, может, и модные, теоретические, да, и, в принципе, не самые горюки, и, потом, мы уже прошли сутки, вот, и, допустим, квартира уже выставляется, на втором виде, теоретически, потом, раз, все это дело останавливается, да, вывозили определение, вымораживать, вот, сколько, вот, например, моментов, теоретически, ваши, банки, могут получить, еще, сроков, разрешения, для реализации, то есть, монетарной, так, это важно. Мой вопрос понял, стараюсь, не на него ответить. Первое у меня, что нужно учитывать, вот, на текущий момент, вопрос Барит Бария ведет судебного приставы, несколько раз с этим старт, есть процедуры, приставы большая сложность, есть там, за 4 месяца, каждый пытается разобраться, и, естественно, это возрочно время. То есть, в данном случае, даже направляющий, например, Это лицо, которое профессионально не так будет, реализует имущество, оно будет более эффективным, будет действовать и более активно продавать. Тем более, чтобы там сроки установлены, и на что делать эти сроки мы у нас в случае опубликовали позже уведомление о результатах продавцов, все штрафы от смертельщика, хотя он будет, понятно, сильно помешать. То есть вот это в плане того, насколько быстро пойдет реализация. В принципе, здесь вопрос по реализации имущества. И процедуры конкретных парков, они прописываются в положении по реализации имущества. И если в случае, в принципе, юридической технице, подтверждает контролирующий 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 контролирующий. Здесь определенный плюс есть в том, что положение утверждает суд. Продавцов, правило, поддает некоторые впечатления. Другие утверждения в судовом, то есть, опять же, положение, а это такая достаточно критическая вещь, немного зависит, но ее можно установить по-разному. Потому что можно в целом отсечении поставить 30%, можно поставить в целом отсечении 5%. А это уже момент, намного вопроса такой же. Потому что намного банка, как правило, используется в целом отсечении именно на уровне 30%, чтобы не поддаваться в цене 200%. Что тоже влияет. Потому что, как правило, люди, которые занимаются продуктивным действием, они смотрят, поскольку это выгодно. То есть, ну, цены вопросы, сами понимаете, много зависит. То есть, чем ближе цена, тем, с одной стороны, быстрее реализуется, но, с другой стороны, сумма, которая получается, многим-то не поменьше. Поэтому здесь однозначно ответить, вот так вот, сколько было сравнивать силу, а не давать. Я, пожалуй, не смогу, но скажу, что почему я следует учить. Если кредитцор открытил архитражу, то есть, по согласованию с кандидатов неп demiş, будет схватка и через суд им explicit, чтобы не Venezuel of a city of a city of a city of a city Hoe sunshut Новгорода витаро-ладочного завода, у нас нужно прощать первую тарелетку, вторую тарелетку, потом новую тарелетку, еще одну тарелетку, потому что нужно его сейчас проанализовать, и мы же не можем, просто нескольку вставим, но не в какие-то в specialty. Поэтому здесь именно положение того, что за видность положения организации, сколько у нас записанных этапов, какие тареления выставлены, как раз и зависит от таких лицов. Спасибо. Я думаю, что от этого не может быть по первому объекту, и так, что вы примените. И на нём есть вырастание, и не нужно поэтому представить, что это очень важно. У нас отличное мнение. Мы считаем, что залогодержателя угрожает очень сильно. В связи с оборудованием третий третий раз, залогодержателя будет отжата большая часть, значительно, существенная, как хотите, часть. Порой совершенно правильная коллегия возникает вопрос по срокам, потому что процедура, что там только письма, закончится намного раньше, чем вы успеете, чтобы там завершить свое производство. Поэтому совершенно очевидно. Оборудовательно очень сильно. Пользуюсь случаем, что здесь присутствует предупреждающая память, предстоящее сразу, чтобы никто не неступил в религию по поводу возбуждения уголовных дел, без того, чтобы каким-то образом оборудование на должника. Отлично в любых случаях, что там, как прокуратурный документ и правов, полицинский будет отвечать очень просто. Это гражданское правовое отношение, поэтому, пожалуйста, к нам не представьте. Так что я готов поставить вот только по цифровой праве, но по понятному закону смогут инициировать оборонное дело за то, что должник не предоставил конкретной информацией. Коллеги слушателей дали их, как говорят, хорошо. Значит, и вы поднимите сюда и, естественно, о том, в коем случае, что вы не устанавливаете микрофон, как через него дается опрос коллега Барбовского сообщества. Послушайте, а вот вы анализировали следующее обстоятельство. После вступления в силу в данный федерального закона списать, вытащить резервы, вы уже так не сможете. ЦБ Мадзор может вам заявить, что пока вы не прошли процедуру банкротства, все это целиком и полностью, не заключили судебное решение, которое вступило в законную силу, вы вытащить резервы не сможете. И, конечно,